МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Богородском районе ищут 20-летнюю Ирину Сычеву. Известно, что девушка страдает синдромом Дауна. Волонтеры просят помощи в поисках. Польза или вред? В Нижегородской школе ученикам запретили пользоваться смартфонами. Поддержат ли такой эксперимент и другие учебные заведения? У водителя перелом позвоночника пассажир скончался на месте. ДТП около деревни Бешенцево в Приокском районе, что стало причиной аварии. По катушке на ватрушках молодые люди решили отметить начало зимы опасными забавами, что грозит экстремалам. Нефотогеничные коты, повзрослевшие бэпы и неугомонные танцовщицы, чем еще делились сегодня интернет-пользователи. Свою работу в эфире продолжает служба новостей город. Я, Елена Демидова, приветствую вас. Поговорим о главных событиях понедельника и минувших выходных. И вот с чего начнем. В поселке Буревестник Богородского района пропала 20-летняя девушка. Ирина Сычева ушла из дома по улице Гагарина, при себе имела паспорт. Известно, что пропавшая страдает синдромом Дауна. Волонтеры прочесывают местность и просят откликнуться нижегородцев, у кого есть какая-либо информация о пропавшей девушке. Следы нашли в старом заброшенном судоводчестве. Сегодня с собаками еще отработаем. Сейчас будет расклейка ориентировок, отработка всей территории. Дальше будем посмотреть по обстоятельствам. Если у вас есть информация о местонахождении девушки или вы хотите присоединиться к поискам, позвоните по телефону 8 831 28 38 200. К другим темам. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, 83% россиян считают, что смартфоны мешают процессу обучения в школах. Из них 73% высказались за полный отказ от гаджетов во время уроков. По словам психологов, каждый пятый человек приходит на приемы из-за виртуальной зависимости. Родители шестиклассников 13-й гимназии в Нижнем Новгороде приняли решение, что их дети не будут пользоваться смартфонами. По их мнению, только так школьники смогут полностью сосредоточиться на учебе. Смартфоны в школе за и против сюжета Марины Плоховой. Виртуальная реальность уже стала частью нашей повседневной жизни. В любой непонятной ситуации мы спрашиваем совету известных поисковиков, как доехать от точки А в пункт Б, нам помогает мобильное приложение, а в социальных сетях мы обмениваемся фото и видео самых интересных событий за день. Расстаемся с любимым мобильником, наверное, только когда спим. Если взрослые еще могут контролировать время, которое проводят по ту сторону экрана, то с детьми дело обстоит куда серьезнее. Зачастую они просто перестают осознавать, что делают, и теряют связь с внешним миром. Мальчики играют у нас в онлайн-игры, девочки больше уходят в социальные сети, скажем так, в перемену. У мальчиков онлайн-игры, и на собрании один из родителей сказал, что постоянно в течение одного месяца ребенку постоянно пополнял счет на мобильный телефон, и к концу месяца выяснились довольно-таки крупные суммы. По словам отца, речь шла о сумме в 5000 рублей. Оказалось, что на эти деньги мальчик покупал оружие в онлайн-играх. И это не единичный случай. Даже если ребенок не потратит на виртуальные развлечения деньги, у него может упасть успеваемость или вовсе пропадут интересы. Поэтому некоторые родители ищут способы защитить своих детей. Например, Андрей Потемкин купил дочери вместо смартфона обычный кнопочный телефон. А просто мы видим то, что у нас ребенок отвлекался, постоянно телефон в руках, наушники в ушах, то есть постоянно музыка, постоянно там еще что-то, переписка, соцсети и так далее, и так подобное. Мы с ней поговорили и сказали, что вот давай вот так вот сделаем. Она с нами согласилась. В 13-й гимназии целый класс последовал подобному примеру. По словам учителей, школьники слишком много времени проводят в виртуальной реальности, и родители приняли решение, что в школу дети будут ходить с обычными телефонами, чтобы не отвлекаться от учебы и заданий. На очень многих родительских собраниях родители высказывают такое пожелание, чтобы не разрешать детям пользоваться телефонами. Но этот запрет на использование телефонов во время урока, во время учебного процесса, он существует. Единственное, что учитель сам решает, когда разрешить детям достать. Ну, например, там есть калькулятор. Можно использовать калькулятор тогда, когда учитель считает нужным. Три года назад подросток в Челябинске зарезал своих родителей за то, что они запретили ему играть в компьютерные игры. 15-летний мальчик три месяца не отходил от своего цифрового друга, и тогда мать сказала, что ему пора садиться за уроки. Он несколько раз ударил ее и отца столовым ножом. В итоге любитель посидеть у экрана компьютера стал сиротой. Мама умерла на месте. Но не будем слишком пессимистичными. Если использовать гаджеты с умом, от них все-таки есть польза. Нам часто начали задавать именно домашние задания или какие-то просто работы, даже контрольные, именно в интернете. То есть для этого нужно будет использовать телефон. И тут, ну, как бы никуда не денешься. Просто уже нужно. Старшее звено, безусловно, 9, 10, 11 классы. Мы на уроках используем это исключительно в целях самообразования и выполнения работ. А дома у нас не столько времени есть и сил, чтобы пользоваться этим в других целях. Учителям, конечно же, необходимо следить за тем, когда ребенок пользуется телефоном, с какой целью и какое количество времени. В нашей школе, насколько я знаю, это практикуются. Есть специальные боксы для телефонов, куда они кладутся на время, когда они не нужны детям. И чтобы они отвлекали, и чтобы с ними ничего не случилось. Когда телефон просто лежит на столе, большой соблазн есть отвлечься на ленту Инстаграма или на переписку с другом. Я знаю, что в некоторых школах есть такая практика, когда телефон, если он не нужен для обучения, изымают у учеников и потом возвращают после урока. По словам психологов, больше всего подвержены телефонной зависимости подростки 14-15 лет, так как этот возраст является переходным, а значит, тяжелым морально. И практически каждый пятый обращается к специалисту из-за излишней любви к виртуальной реальности. Тем не менее, гаджеты позволяют получать много новых навыков общаться и организовывать свой досуг. Главное во всем видеть меру и иметь силу воли, чтобы вовремя остановиться. Дети иногда чувствуют себя заброшенными или у них нет теплых эмоциональных связей в семье. За счет этого создается этот виртуальный мир, в который очень хочется уйти. И тогда можно будет со сверстниками чувствовать себя сильным. Каким-то образом, допустим, создавать, себя показывать. И в этом случае, конечно, приходится убегать в этот виртуальный мир, потому что это возможность близости с тем, что происходит сейчас. Обычно зависимость от гаджетов проходит сама по истечении переходного периода, то есть после 15 лет. Если же подросток не нашел внутри себя силы решить моральные проблемы, он будет продолжать уходить в виртуальный мир, так как чувствует себя там защищенным. Собирать у ребенка гаджет – это всего лишь полумера, и она тоже имеет место быть. Пока что только один класс в 13-й гимназии добровольно отказался от смартфонов. И если практика даст положительный результат, возможно, опыт примут в других классах, а со временем и в прочих учебных заведениях города. Продолжаем. Полсотни новых автобусов пополнили нижегородские автопарки. В связи с этим администрация города пообещала вернуть старые отмененные маршруты. Об это и других новостях в рубрике «Короткой строкой». Новые автобусы работают на газу, оказывая минимальное воздействие на окружающую среду, а значит, они должны улучшить экологическую ситуацию в городе. Также новички могут похвастаться большим числом посадочных мест и расширенным салоном. Новая модель угодит и мамам с колясками, и маломобильным гражданам. Для них предусмотрены комфортные площадки. Следственный комитет предложил создать отдел, занимающийся врачебными ошибками. Ранее такого органа не было не только в Нижнем Новгороде, но и на всей территории России. Сейчас в тестовом режиме проект запустят в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Хабаровске и в нашем городе. При этом наказание за врачебные преступления предлагают ужесточить. С этой целью планируется ввести дополнительные уголовные статьи, такие как ненадлежащее оказание медицинской помощи и сокрытие нарушения оказания медпомощи. Стали известны самые уязвимые перед квартирными кражами районы. По статистике, чаще всего преступления совершаются в Советском, Приолгском, Автозаводском и Ленинском районах. Стоит отметить, квартиры грабят чаще всего с 12 до 18 часов. Пик краж приходится на лето, когда хозяева в отпуске и в новогодние праздники. Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам качества и безопасности детских товаров к Новому году и новогодних подарков. Чтобы праздник для ребенка прошел без последствий, специалисты объяснят, как следует выбирать сладости и как распознать некачественный товар. Горячая линия стартует с 3 декабря. Всю информацию вы можете узнать по телефону 8-910-136-77-02. Юные нижегородцы могут бесплатно позвонить Деду Морозу по номеру 261-39-28. На другом конце провода у ребенка спросят, как его зовут, хорошо ли он вел себя, и попросят рассказать стихотворение. Как цифре соединятся еще 43 города. В Нижегородской области назвали самые благоустроенные районы. Победителей областного смотра конкурса наградил глава региона Глеб Никитин. В этом году конкурс проходит уже в 13-й раз. Заявки на участие в нем подали 49 районов области и 8 районов Нижнего Новгорода. Победа призерам досталась нелегко, оценку ставили по 60 критериям. В них входили состояние детских площадок и фасадов здания, вывоз мусора. Мы подводим итоги конкурса, хоть и в 2018 году, но все прекрасно понимаете, что это за 2017 год деятельность ваша оценивается. Во многом это деятельность, которая осуществлялась чисто за счет местных бюджетов, чисто за счет средств грантов. 2018 год – это год совершенно нового этапа в деятельности по благоустройству. Поэтому я с большим-большим нетерпением жду подведения итогов смотра конкурса уже в 2019 году. В дальнейшем планы еще масштабнее. За следующие 6 лет область получит свыше 10 миллиардов рублей на благоустройство и поблажек подрядчикам никаких не будет. Требования станут жестче, выполнение в четкие сроки и полное освоение выделенных средств. Было одно из предложений жителей, да, и мы его поддержали с удовольствием. Так как Княгиня является студенческим городом, самым студенческим городом Европы, поэтому вот это современное направление, да, и вот эти чаянии жителей были услышаны. И действительно, сейчас создаются условия для бесплатного власти Wi-Fi, что покрывало большое количество городов Княгиня. Те районы, что не вошли в число победителей, были отмечены благодарственными письмами за идеи благоустройства, которые очень понравились местным жителям и могут стать примером для других. Взрывы, выстрелы и захватывающая атмосфера. В минувшие выходные в Нижнем Новгороде прошла историческая реконструкция 17-й километр. Событие посвящено эпизодам Великой Отечественной войны. Нижегородцы воссоздали тот период, когда немцы почти добрались до Москвы, но советские войска дали отпор. На один день набережная у Парка Победы превратилась в центры боевых действий. По сценарию, солдаты Красной Армии оказали сопротивление немецким войскам. Грибной канал вполне сошел за Подмосковье, а капитаны полиции и добровольцы за солдат Второй мировой. Реконструкция под названием 17-й километр воссоздает событие 5 декабря 1941 года, когда Германия предприняла последнюю попытку наступления на Москву, которую советские войска успешно отразили, а после начали контрнаступление. Цель показать детям, прежде всего детям, как это было на самом деле, чтобы они почувствовали запах костра, дым, порох, увидели те взрывы, почувствовали, как земля трясется, грубо говоря. Один или два из них придут домой и поинтересуются в интернете, что как было на самом деле, окунуться в историю. Мы считаем, что мы достигли своей задачи. В действии приняли участие сразу четыре военно-патриотических клуба. Для поддержания военной атмосферы выкопали окопы. Обмундирование – точная копия формы тех времен, а оружие максимально реалистичное. На данном мероприятии я впервые, и оно мне очень сильно понравилось. Я надеюсь, что в будущем будут планироваться похожие реконструкции, и надеюсь увидеть что-то подобное еще много-много раз. Посмотреть на исторический бой пришел не один десяток нижегородцев. Среди зрителей много детей, и неспроста сама реконструкция превратилась в живой урок истории. Каждое действие и каждый выстрел тщательно отрепетировано, да и на сцене не простые актеры, а люди, преданные своему делу. Несмотря на холод, зрители по домам не расходились, а с любопытством наблюдали за боем. Ведь такие живые учебники учить гораздо проще и интереснее. Далее информация от наших партнеров, и вот о чем пойдет речь во второй части нашего выпуска. У водителя перелом позвоночника пассажир скончался на месте. ДТП около деревни Бешенцево в Приокском районе, что стало причиной аварии. По катушке на ватрушках молодые люди решили отметить начало зимы опасными забавами, что грозит экстремалам. Нефотогеничные коты, повзрослевшие бэпы и неугомонные танцовщицы. Чем еще делились сегодня интернет-пользователи. Вы смотрите службу новостей город и мы продолжаем. Городской суд Дзержинска приговорил 57-летнюю жительницу к 6 годам колонии за покушение на спящего зятя. Женщина попыталась перерезать ему горло, но лезвие оказалось тупым. Мужчина проснулся, оттолкнул от себя тещу, а та ударила его ножом в грудь. Потерпевший остался жив. По данным следствия, зять постоянно унижал родственницу, чем и спровоцировал покушение. О других криминальных новостях расскажем в рубрике «Место происшествия». ДТП около деревни Бешенцево. 20-летний водитель ВАЗ не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с внедорожником. Подросток при ударе получил перелом позвоночника. Девушка, находившаяся в легковушке, скончалась на месте. Водители три пассажира доставлены в больницу с многочисленными травмами. ДТП на перекрестке проспекта Гагарина и Артельный. Водитель самосвала, видимо, решил слихачить и, несмотря на красный сигнал светофора, повернул налево. В результате врезался в ВАЗ 14-й модели, который ехал по главной дороге. Пострадавших в аварии нет, но вот отечественной легковушке досталось немало. Новое возгорание автомобилей в Нижнем Новгороде накануне вечером на улице Ясная неожиданно для всех запылыхала газель. По словам очевидцев, машина могла загореться из-за неисправности проводки, а пострадавших информации нет. Пожар частного дома в Семенове на улице Ломоносова полностью сгорел жилой дом. Пожарные прибыли на место происшествия, когда из окон и крыши валили клубы дыма. О погибших не сообщается. Спасатели предупреждают, что в холодное время года нужно быть как можно внимательнее к качеству и состоянию электроприборов. В Дзержинске молодые люди обокрали один из известных магазинов. Ребятам так хотелось согреться в морозы, что они не придумали ничего лучше, как положить глаз на кофе и шоколад. Продавщица не смогла догнать оголодавших, но уверены, что в этот магазин они больше не придут. Жители Нижнего Новгорода встретили зиму экстремальными развлечениями. Молодые люди, привязав к машине ватрушку, отправились покорять автомобильные дороги вместо горных склонов. Интернет-пользователи не оценили выходку экстремалов, отреагировав негативными комментариями. Также видео попало в поле зрения сотрудников ГИБДД. Утро в одном из жилых комплексов Нижнего Новгорода началось с громких криков. Но нет, это не маленькие дети вышли на прогулку. Взрослые парни привязали так называемую ватрушку к автомобилю и поехали кататься на ней по двору. Судя по видео участников, такой зимней забавы ничего не пугает, ни травмы, ни наказания за опасную выходку. По словам госавтоинспектора, подобное развлечение обойдется водителю штрафом от 1000 рублей, в то время как пассажир лишится 800. А в случае повторного нарушения любителей такой езды будет ждать уголовная ответственность. Стоит отметить, что данный вид развлечения наиболее социально опасен. Он приравнится как управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Так как при движении машина не контролирует сзади двигающихся людей. То есть не контролирует ватрушки, не контролирует санки, другие приспособления. В Нижнем Новгороде упали цены на популярные продукты питания. По более низкой стоимости жители столицы Приволжи могут купить овощи, мясо, фрукты и масло. О других новостях из мира финансов далее. В Нижнем Новгороде снизились цены на ряд продуктов. Лук, вермишель, говядина и яблоки. Также в ноябре цены упали на подсолнечное масло и морковь. Таким образом, говядина потеряла в цене 1,8%. Почти 4% подсолнечное масло и 2,5% яблоки. Также в среднем по Нижегородской области продукты стоят дешевле на 6%, чем в среднем по России. Дефицит бюджета Нижегородской области сократился на 91 миллион рублей. На днях внесли изменения в региональный бюджет за текущий год. Доход будет увеличен за счет налогов и прочих средств и возрастет на 1,3 миллиарда рублей. А расходы на 1,2 миллиарда. За текущий год россияне чаще всего брали ипотеку в октябре. В этот период было выдано 141 тысяча кредитов. Общей сложностью почти на 300 миллиардов рублей. Это абсолютный рекорд за всю историю выдачи ипотеки в России. При этом средняя ставка по итогам года 9,5%. Эксперты прогнозируют, что на декабрь ставка вырастет не более чем на 0,2% или останется на таком же уровне. Продажа красивых автомобильных номеров станет законной. Приобрести такой номер можно будет на аукционах. Министерство экономического развития уже готовит соответствующий пакет документов. Ведущие мировые экономисты дают неутешительный прогноз доллару. Из-за тройного дефицита США американской валюте грозит кризис и потеря в цене 30%. При таком развитии событий доллар лишится статуса мирового резерва. Экономисты ссылаются на Федеральную резервную систему США, которая подняла ключевую ставку в три раза. В результате жилье подорожало более чем в предкризисный период 2008 года. Прогноз начнет сбываться уже в конце 2019 года. По данным Центробанка, курс американской валюты на вторник 66,54 рубля. Европейская 75,47 рубля. Цена за баррель нефти марки Brent 61,90 доллара. Если вы забыли телефон дома или просто нет времени на интернет, не переживайте, мы вам все расскажем. Нефотогеничные коты, повзрослевшие бэпы и неугомонные танцовщицы. Чем еще делились нижегородцы в выходные, узнаете в свежей подборке социальных сетей. Помните старый фильм про поросенка? Так вот, бэйп вырос, раздобрел и теперь живет в нижегородских лесах. Он не боится машины людей, только задорно виляет хвостом. Но один на один лучше с ним не оставаться. Вот и наш автор не рискнул поздороваться лично с Хрюшей, а видео всегда пожалуйста. Новый способ благоустройства города придумали местные коммунальщики. Оказывается, если красить забор по снегу, то и краска ложится лучше, и вид солиднее. Да, надеемся, что этот горемастер недолго проработает и не продолжит портить городские виды. Вот так в Сормове школьники на свой страх и риск привлекают пользователей к проблемам города. То ли ямы на дороге, то ли река. Мы так и не узнали, но задумались, а много ли у нас таких небезопасных мест? Видно, эти ребята не прошли фейс-контроль и остались без ночных танцев. Только вот они не растерялись и вышли на улицу. Погромче, пожалуйста. Все, ладно, дайте проехать. Нет, нет, погромче. Погромче сделай. Дайте проехать. Да, горячим танцем быть. А парням повезло, что они попали на таких обаятельных автоледи. Фэшн май профэшн, подумали мы, глядя на эти снимки. Но с кем из нас такого не было? То моргнешь не вовремя, то зевнешь. А если внезапный чих, то еще и с макияжем проблемы. Эти котики напоминают нам, что даже неудачные снимки могут быть веселыми. Главное, не стесняться себя и не забывать улыбаться. А что хорошего произошло в вашей жизни? С этим вопросом мы обратились к нижегородцам. Спонсор хороших новостей – индийская ярмарка «Экзотика Востока». Поездка в Мадрид. Поездка была кратковременная. Меня посмотрела музей, Прада, Тесена музея, картинную галерею. Посмотрела, как живут люди. Была хорошая погода. Испанцы очень жизнерадостные. О, я устроился в классную компанию. У меня отличное настроение. И вообще погода супер, даже зимой. У скорого дочери день рождения исполняется три года. Ребенок у меня получил три пятерки подряд. По-математике за контрольную. Для нас это очень хорошая новость. Тем более, что мы учимся в математической школе. У нас очень серьезная учительница. Поэтому для меня это очень хорошее. Тем более, у меня первая пятерка получила за контрольную на день матери. Это особенно было приятно. Я доделала ремонт в квартире. Мне привезли всю медель. И в конце выпуска о погоде сейчас расскажем, что нас ожидает в ближайшие три дня. Субтитры делал DimaTorzok На этом выпуск завершен. Желаем вам отличного настроения. Только хороших новостей. Увидимся в городе.